Привет, бойцы! С вами проект Моя Тай Си Кей и я Вашенька Виталий. Мы продолжаем наш цикл тайский бокс, кикбоксинг-бокс домашних тренировок. Все тренировки очень похожи, только если тебе надо конкретно под бокс, убираешь ноги, работаешь только руками. Но принципы тренировки для ударников полностью одинаковые. И для ММАшников тоже самое. Ударная техника, можно спокойно копировать эту тренировку. Итак, сегодня у нас будет немножко такой разнообразный акцент на комбинации, но начнем мы его, как обычно, с прыжковой работы. Итак, как обычно, мы начинаем тренировать с разминки. Это отдельная часть, 10-20 минут. Тут постоянно об этом говорю. Это может быть или пробежка, или дома. Ты просто прыгаешь, разминаешь все тело. Разминочка. И обязательно после разминки растяжка. Обязательно. И переходим к основной нашей части. Сегодня мы работаем в режиме трехминутных раундов, как обычно практически. Только на прошлой тренировке мы работали немножко в другом режиме, больше на физо. Сегодня первый раунд у нас. Просто прыжки на скакалку. Скакалочка у тебя уже должна быть, так как мы очень часто на ней прыгаем. Практически это незаменимый снаряд всех ударников. Просто, легко, свободно прыгаешь на двух ножках. Все. Вся твоя работа. Три минуты. От конга до конга. Старайся не сбиваться и просто греться. Второй раунд нашей работы. Мы будем работать точно так же со скакалкой, но уже не с самой скакалкой, а мы сделаем из нее условную линию. Мы уже работали через линию на прошлых тренировках. Принцип такой самый. Делаем условную линию. Или у тебя что-то нарисованное. Или просто берешь скакалочку. И бежим. Два вперед, два назад. Все время с левой ножки. Очень важно в этой работе бегать на носочках, на подушечках. И держать высокий тег. Раз, два, три, четыре. Все. Держим высокий тег. Это упражнение очень хорошо разрабатывает и кроножные мышцы, и координацию. Для того, чтобы ты не валился и четко чувствовал баланс. Потому что многие новички делают вот так. Они не знают, как ноги заплетаются. Начинает корпус тянуть вперед-назад. Суть. Споймать свою точку. Споймать баланс. И четко работать на носочках. Никаких лишних движений. Третий раунд нашей прыжковой работы. Мы будем работать с теннисным мячиком баскетбол. Это упражнение хорошо работает и как прыжковое на икроножное, и как координационное. Задача. Как в баскетболе. Просто набиваем мячик правой и левой ручкой. Для начала попробуй почувствуй мячик. Затем твоя основная задача под каждый удар вместе с мячиком прыгать на носочках. То есть мы прыгаем как на скакалочке и при этом набиваем мячик. Все. Пробуй это делать просто на месте. Если у тебя получается на месте, пробуй набивать мячик, а сам крутиться вокруг мяча. Вправо, влево, приставным шагом. Покрутился, понабивал. Опять пошел. Позакручивал, понабивал. И таким образом 3 минуты ты работаешь. Итак, переходим к наработке комбинации. Бой с тенью. Сейчас с тенью работаешь не спеша. Четко на технику. У нас также будет 3 раунда по 3 минуты. Первый раунд. Работаешь с правой ножкой. В стоечке стоим. На точку. Сейчас на точку. Работаешь с правой миддлгинг. Ножку вернул назад, там где она стояла. Отсюда левый прямой в голову, правый прямой в животик. Когда бьешь правый прямой в животик, нужно сделать полуприседик. Такой полувыпад. То есть, суть удара нам нужно плечи опустить на уровень солнечного сплетения. В живот мы бьем прямой удар. Есть частая ошибка. Ребята, они стоят ровно и хотят ударить в живот вниз рукой. То есть, просто вниз. Это не удар. Не будет никогда силы в этом ударе. И он не дойдет до цели. Он будет биться об руки, об лобки. Твоя задача. Сделать полувыпад и ударить прямо. Но для того, чтобы рука дошла в живот, ты должен сделать полуприсед и опустить плечо на уровень солнечного. Все. Вся комбинация. Правый миддлгинг. Левый прямой. Правый прямой в живот. И все вместе. Вернулся. Добавим. Миддлгинг. Добавим. Между сериями делай в стоечке 2-3 шага. То есть, это будет тебе давать отдых и чувство стойки. Не надо постоянно молотить. Здесь ребята стали и молотят. Он не понимает, что он делает. Он просто выбрасывает все подряд. Нет, ты должен чувствовать то, что ты делаешь. Понимать это. Миддлгинг. И вернулся в стоечку. Покачал себя. Раз, два, прошел. Миддл. Бах, бах. И в стоечку. С правой ножки назад. То есть, в стоечке мы двигаемся. С левой вперед. Возвращая в стойку правую. С правой назад. Возвращая с левой ножкой в стойку. Это первый раунд. Второй раунд. Сейчас будем работать с левой ножки. Левый миддлгинг. Но делать разножечку. Раз. Прыжком в смену ног. Заряжаем левый миддлгинг. Бьем корпус. И ставим ее вперед. Сразу на нее возвращаемся. Отсюда. Правый прямой в голову. И левый боковой в голову. Немножко на скачке. Вся комбинация. Разножка. Левый миддлгинг. Ножка вперед. Правый прямой. Левый боковой. Левый боковой бьем. Правая ручка возвращается. И все вместе. Четко боковой бьем ручку. Держим 90 градусов. Как бить прямые боковые? У нас уже была первая, вторая тренировка. Поэтому если ты начал с этой тренировки, возвращайся на первые тренировки. Мы все подряд потихоньку добавляем. Разножка. Три удара. Разножка. И зашли. Вот таких три удара. Вторая. Второй раунд нашей работы. И третий раунд нашей работы. Он будет немножко сложным. Скажем так. Но и одновременно простым. То есть мы сейчас будем бить практически первую комбинацию. Начнем с правого миддлгика. Бам. И бьем просто двоечку в голову. Бам-бам. И добавляем с разножки левую. Возвращаемся в стоечку. Все. Четыре удара. Правый миддлгик в ребра. Ножку вернули. Двоечка в голову. Разножка. И левый миддлгик в печь. Это очень хорошая комбинация. По этажам разбивает здорово. Ищ. 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 Даже там противник от правого миддлгика выставляет блок. Мы входим в двоечку в голову. Заставляем закрыться. И левая ножка уже стараемся четко туда пробить. Конечно блока не будет. Но возможно будет прикрытый локоть. И еще раз. Раз. Два. Три. Ищ. Четыре. И в стоечке походили. Подвигались вперед-назад. Поперемещались по сторонам. Вот такие три раунда. Итак переходим к работе на мешках. На мешках у нас будет четыре раунда. У тебя по-любому должен быть мешочек или его аналог. Я об этом каждый раз говорю. Как сделать мешочек сейчас здесь распишу. Ну его аналоги скажем так. Но однозначно что-то надо придумать. Тренироваться без боксерского мешка или какого-то аналога. Почему можно бить. Ну нереально. Не будет тренироваться. Можно делать просто физо. Но ударку ты не сделаешь без снаряда. Итак переходим. Первый раунд. Три минуты. Работаем нашу первую серию. В стоечке правый мидлкид. Ножку вернули. Левый прямой в голову. Правый прямой в живот. Точно так же как в стене. Но на мешочках уже стараемся работать на силу. В стене мы отрабатываем технику. На мешке мы отрабатываем силу, баланс, координацию. Животик четко подсесть. Подсесть. Под правый прямой. Наша задача выдать его в солнечное сплетение. И отработали. Второй раунд. Работаем с левой ножки. Разножечка. Левый мидлкид. Ножку ставим вперед. Сразу правый прямой. Левый сбоку. Четко как отрабатывали стене. И работаем. Подвигаться. Между комбинациями должно быть 2-3 секунды отдыха. То есть пару шажков качнуть себя. Отдыхаем. И последний, третий раунд. Но он не последний. Последний по комбинациям. Наша комбинация. Правый мидлкид. Возвращаем ножку. Двоечка. И левый мидл с размножкой. 4 удара. Все как с темью. Только на мешке уже есть цель и сила. Старайся держать баланс. И в таком режиме молочишь мешочек. Когда ты все отработал 3 серии. У нас еще будет последний, четвертый раунд. В этом раунде ты работаешь произвольно. Просто любые удары от души поколотим мешочек. Но также в силовой манере. Старайся не бить большими сериями. Достаточно двух-трех ударных, четырех. От двух до четырех ударов серии. Но на силу. Произвольно. Отлично. Нет. Нет. И молотишь так, как тебе нравится. Четвертый и последний раунд. Итак, заминка. Сегодня заминка у нас будет в необычном режиме. Мы будем работать 3 минуты. Один раунд. Все как простой раунд. Трехминутный. От гонка до гонка. Ты будешь делать 3 упражнения. Первое. Приседания с выпрыгиванием. Глубокий присед до каточек. И выпрыгиваешь. Это первое упражнение. Второе. Отжимания. Ладошки вместе. Врось. Отжался. Прыжочком вместе. Отжался. Прыжочком в рост. И сразу. И третье упражнение. Ложишься на спинку. Ручки, ноги ровные. Делаем складочку. Или склепку. Кому как нравится называть. Одновременно руки и ножки. Поднимаем с корпуса. Все. Три упражнения. Каждое. Ты делаешь по 10 раз. По кругу. 10 приседаний с выпрыгиванием. 10 отжиманий. 10 складочек. И сразу опять выпрыгивание. Эти упражнения ты делаешь 3 минуты. Раунд. От гонка до гонка. Твоя задача сделать как можно больше кругов и повторений за эти 3 минуты. Все понятно? То есть ты сразу берешь высокий темп и всего работаешь 3 минуты. Но за эти 3 минуты нужно сделать как можно больше повторений. каждого упражнения которое ты делаешь по 10 раз. Все. Надеюсь тебе понравилась сегодняшняя тренировка и ты заставил себя попотеть. Подписывайся на канал. Ставь лайк. Делись видео с друзьями. Забирай видеокурсы по ссылкам в описании под видео. И жми колокольчик чтобы не пропускать следующих тренировок и не заплывать жиром. Настойчивости в тренировках. И до встречи. Видеокурс как эффективно работать на мешках. Узнай убойные комбинации. Улучши свою физуху бойца. А также узнай как можно развивать бойцовский IQ. Ссылка в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok